Здравствуйте! В прямом эфире Вести Кабардино-Балкария, в студии Залина Суанова. Смотрите выпуски. Искусственная почка станет доступнее. На Нордкале началось строительство гемодиализного центра. Юные надежды высшей математики. В Прельбрусе стартовал межрегиональный лагерь Клик-2012. Любителей изобразительного искусства объединили курильщики. В Нальчике открылась одноименная выставка Михаила Горлова. Победителей и призеров 30-й летней Олимпиады накануне честовали в Кремле. Президент России Владимир Путин вручил госнаграды чемпионам Лондона. А обладателей серебряных и бронзовых медалей поздравил глава Кремлевской администрации Сергей Иванов. Спортсмены, поднявшиеся на вторую ступень Олимпийского пьедестала, награждены медалями Ордена за заслуги перед Отечеством 1-й степени. Атлеты, завоевавшие бронзовые награды, в их числе и наши именитые борцы Белял Махов и Заур Курамагомедов, удостойны медалей Ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени. Бронза принесла призерам и автомашины Ауди А6. И теперь к событиям в республике. Указом главы Кабардино-Балкарии Арсена Конокова, 20 августа по случаю праздника Ураза-Байрам объявлен нерабочим днем. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства КБР. К другим темам. В Урванском районе началось строительство гемодиализного центра. Ведется оно в рамках программы социально-экономического развития КБР. Объект возводится в Нордкале на территории центральной районной больницы. Необходимость его появления связана с ростом числа больных с хронической почечной недостаточностью. Инна Богатырева продолжит. Проектно-цветная документация готова. Строительные работы развернулись на территории районной Урванской больницы. Площадь более тысячи квадратных метров. Начат так называемый нулевой цикл земельной работы. А закладки фундамента и готовности металлического каркаса подрядчика читается буквально через месяц. Завершить полностью и сдать объект, сообщил замглавы администрации района Руслан Базиев, планирует уже в начале следующего года. Будет обслуживать наш район, Терский район, Лискенский район, возможно, и некоторые другие районы, близлежащие, Танмайский, и время покажет. Единовременно в сутки здесь будет до 90 больных. Потребность в данном центре ощущается нами с давних пор. У нас в районе только одно, до 18 человек ежедневно имеют потребность в обслуживании таких центров. В соседних районах их не меньше. Лечение таких больных в любой другой больнице невозможно. Нужна полноценная инфраструктура, обеспечить которую в рамках лишь государственного бюджета не всегда возможно, признается исполняющий обязанности министра здравоохранения Анатолий Консолиев. Из-за недостатка средств, которыми мы самостоятельно можем распоряжаться, очень важно привлекать капитал. То есть этот центр работает так же, как и государственные учреждения в системе государственных гарантий, и при этом за те услуги, которые выходят за рамки системы государственных гарантий, взимается плата какая-то. Но речь идет об абсолютно добровольном, допустим, участии в этих программах. Поэтому очень важно то, что частные центры снимают с нас какой-то груз проблем. По такому же пути мы готовы решать проблемы в сфере челюстно-лицевой хирургии. Гемодиализ один из первых таких примеров. Точно такой же проект будет воплощен в жизнь и в Баксане. В Нальчике построят двухэтажное здание. И если в районных центрах разместят по 15 аппаратов искусственной почки, то в столичном планируют установить 38 единиц современного оборудования. Подобное расположение этих учреждений оправдано, говорят в Минздраве. Центры станут местом приема пациентов из населенных пунктов и соседних районов. После ввода в эксплуатацию всех трех медучреждений проходить такую процедуру смогут более 300 пациентов в день. Инна Богатырева, Аслан Хандохов, Вести, Кабардино-Балкария. Кавказская интернет-премия «Прометея-2012» начинает прием конкурсных заявок. Участникам предстоит бороться за нее уже во второй раз. Конкурс совершенствуется, меняются номинации и премии. Если в прошлом году преобладали номинации для сетевых СМИ и порталов, то в этом году они введены и для блогеров. К участию допускаются как фото, так и микроблогеры, веб-ресурсы органов госвласти Северного Кавказа. Развлекательные порталы, социальные интернет-проекты, информационные ресурсы тоже смогут вступить в борьбу за титул лучшего. Но в отличие от прошлого года, получить гран-при теперь сможет только один участник. Прием заявок продлится до 30 сентября, а уже в конце октября в Пятигорске пройдет награждение лауреатов. Напомним, в 2011-м лучшим веб-ресурсом органа госвласти Северного Кавказа был признан сайт пресс-службы президента и правительства КБР. В этом году представителями республики в жюри конкурса будут пресс-секретарь главы КБР Залина Шакарова и блогер Фатима Мисрокова. А в Прельбрусе начал работу межрегиональный лагерь Клик-2012. Организован он Минобром КБР и Республиканским центром непрерывного профобразования при поддержке Центральной методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по информатике. В так называемой школе находятся около 100 ребят из разных уголков России и зарубежья. С юными надеждами математики и информационных технологий встретилась Фатима Магомедова. Город Салават, улица Салават-Юлаева. Именно оттуда родом юный программист Вадим Салаватов. Хотя футболка школьнику явно не по размеру, он полноценный участник межрегионального лагеря Клик-2012. Организаторы представить себе не могли, что мальчишка будет удивлять смекалкой и знаниями, решая задачи повышенной геометрии наряду со старшими товарищами. Вот профессор Нижегородского госуниверситета Владимир Лелюх сразу отметил для себя одаренного паренька. Среди детей, которые собраны в этой школе, я бы многих назвал резервами. Им по зубам высшая математика, программирование, геометрия. Самые одаренные в этой области набираются опыта для возможного участия в Олимпиадах всероссийского уровня. Тренерский состав, профессоры ведущих вузов страны, доктора наук, члены и жюри методической комиссии. В самом начале работы лагеря провели тестирование, определили уровень знаний ребят и разделили их на группы. Разработка индивидуальных заданий ведется с учетом возможностей школьников. Вам предстоит сейчас пообсуждать и найти все те треугольники, которые подобны А, В, Ц. Готовить ребят к Олимпиаде будут все те же преподаватели на протяжении всего года. Решать задачи им предстоит позже на сайте. Туда же тренеры будут выкладывать свои рецензии. Нам, в общем-то, известно, какими свойствами должен обладать Олимпиадник. Мы пытаемся это все воспитывать в них. Выносливость, интеллектуальная скорость, скорость мышечная, скорость мышления. Флэш рисования – еще одна форма деятельности в области современных информационных технологий. Быстро логически мыслить удается учащийся второго лицеинальчика Аминит Хомокова. И блестяще прошла тестирование и была зачислена в группу сильнейших. Десятиминутку на отдых тратят с пользой для дела. Вязать жизнь с экономикой – там тоже математика нужна. А любовь к математике прибила мама. В этом году попытка есть расширить школу. Призвали регионы прислать своих ребят, подаренных, ну, прежде всего, влеченных информатикой. И приглашение сделали за рубежом в рамках СМД. У группы из Баку, к примеру, ни секунды свободного времени впереди поездка в Италию, где будущим компьютерным гением предстоит сразиться за звание самого умного. И несмотря на то, что представлять они будут родной Азербайджан, готовят к Международной Олимпиаде их здесь, в Кабардино-Балкарии. Фатима Магомедова, Марат Татрука, Вести, Кабардино-Балкария. На сайте вести.кбр.ру продолжается голосование за понравившиеся работы фотоконкурса «07-е чудо России». Проходит он, напомню, по инициативе нашей телекомпании и Министерства культуры Республики и приурочен к празднованию 455-летия вхождения Кабардино-Балкарии в состав России. Условия фотосоревнования позволили похвастаться своими работами всем желающим, независимо от возраста и профессии. И мы продолжаем представлять его участников. То ли верхушку мачты плывущего корабля, то ли крыши жилых домов запечатлел объектив камеры Дианы Горбулиной, студентки из Нальчика. Место для фантазии здесь определенно есть. А вооруженный глаз инженера-программиста Александра Ковалева заметил другой, уже солнечный образ – клетку на плитке на проспекте Шагинсуково. Работы еще одного конкурсанта Хасана Журтова удивляют завораживающими красками. Бирюза в оправе гор, огненный рассвет, названия фотопейзажей, данные авторам, напрашиваются сами собой и у зрителей. Фотоконкурсу, кстати, покорны все возрасты. И глаз неопытный подмечает порой то, что профессионал может упустить. У 20-летней Арины Алоковой живые герои и яркие эмоции представлены наряду с теми, что застыли в восковом исполнении. Людмила Емузова фотографии на конкурс прислала с художественными аннотациями и интересными фактами. К примеру, к этой сопровождении. «Июнь 2011 года для Нальчика был ну просто радужным. Отмечено рекордное число этого явления. Аж четыре раза небо Нальчика украшала полная воздушная арка», пишет 54-летняя преподавательница вуза. Ну а кто из авторов достоин специального приза, решать телезрителям. Напомним, голосование на сайте вести.кбр.ру продлится до 25 августа. А любители изобразительного искусства в эти дни объединяют курильщики. Именно так назвал свою экспозицию живописец, график и монументалист Михаил Горлов. Более 70 полотен на заданную тему представлены в Нальчике в музее ИЗО. Автор принимал поздравления сразу по двум поводам. Открытие выставки совпало с его днем рождения. Слово Жанне Гуляевой. Нездешний курильщик, курильщик со стажем и форма сродни оболочки внутреннего состояния курящего человека. Это целая фактура, собирал которую Михаил Горлов всю жизнь. Серия началась еще в далеком 60-м. Вот он, набросок квартиранта Зубера, который с короткой папироской в зубах, шестилетнему Мише казался примером художника и эталоном красоты мужской. Потом будут три птихи новые полотна, выставки в Москве и за границей. Но в таком полном составе курильщиков еще никто не видел. Они очень творческие работы. Он работает в самых разных стилях, в самых разных видах искусства и жанрах. Вот как раз эта выставка и представляет его как очень широко разным материалом, разным формам обращающегося к художнику. Его качество, цвета и света в работах отмечены годами ранее. Сегодня коллеги ищут в каждой работе самого Горлова. В мазке, линии, пятне. Он для себя всегда оставит место на картине. Все эти работы я вижу, что это Горлов. А отдельно, что вот здесь нету Горлова, а ли там есть, я так об этом даже и не думал. Мне нравится то, что он свои работы оформил сериями. Вот цвет, каждый цвет, паспорту и работы. Встретив гостей, приняв поздравление и раздав интервью в день своего 58-летия, он перед камерой вспомнит и себя, глядя на набросок квартиранта Зубера. Пророческий детский рисунок. Разоткровенничается, что к сигарете не тянет уже лет 15. И расскажет о своих курильщиках. Я думаю, что это не люди, скорее, а формы. Это человекоподобие довольно условное. Это такая штука. Это скорее архитектоника и построение, как сказал Лосев. Живопись – это всего лишь конструкция из красок и форм. Работы Михаила Горлова до 30 августа в открытом доступе для зрителей республики в Музее изобразительных искусств. Жанна Гуляева, Марина Ярославская, Беслан Хаконов. Вести Кабардино-Балкария. В горах Кабардино-Балкарии спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили тело альпиниста, пропавшего в минувшую среду. Поисковые работы были начаты еще накануне, сразу после того, как поступила информация о том, что один из участников восхождения на Эльбрус во время спуска с горы отстал от группы из-за неблагоприятных погодных условий, сбился с маршрута. Подробности происшествия по телефону нам прокомментировал заместитель начальника Эльбрусского поисково-спасательного отряда Абдулах Гулиев. За прошедшие сутки обратилась группа из Словении. У них при восхождении потерялся человек. Вся группа поднялась на Эльбрус, а Седловиной, он один, вернулся обратно. Но в результате получилось так, что его нет. Всю ночь спасатели работали. И после работы сейчас с утра объявили, что там группа, которая шла на маршрут, они обнаружили тело. Скорее всего, это тот же Словак, который поднялся с Чернолочью. И сейчас спасатели работают на высоте 5300, занимаются транспортировочными работами. Пока это вся информация о развитии событий в 17.30. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!